Год В марте этого года 30 священников епархии святого Климента в оклаве с епископом Клеменсом Пикелем совершают паломничество к месту жизни и служения арского пастыря, святого Жанна Марии Вианея. Путь по местам, связанным с именем святого, начинается неподалеку от Арса. Здесь находится памятник, рассказывающий о приезде Жанна Марии Вианея в это селение в феврале 1818 года. Подходя к деревне, пастырь встретил маленьких пастушков, у которых спросил дорогу. Один из них показал ему путь. «Друг мой, ты показал мне дорогу в Арс, а я покажу тебе дорогу на небо», — сказал ему будущий святой. Жители Арса любили рассказывать о том, что когда Жанна Марии издали увидел деревушку, то встал на колени, просив у Бога благословения для жителей Арса и себя самого. Он был сыном мелкого фермера, жившего возле Леона, и вырос во время Французской революции. Церковь во Франции в полной мере ощутила на себе ее последствия. Призваний не было, священники шли на уступки властям. Жанна Марии в возрасте 13 лет втайне принял первое причастие, поскольку церковь подвергалась гонениям. К 18 годам он, будучи пастухом, решил, что станет священником. Ему плохо давалась учеба, и с большим трудом, закончив семинарию, Жанна Марии был рукоположен во священнике. Спустя три года он направляется в качественное стоятие в маленькое селение Арс, приход которого даже не имеет собственного имени. Он взял под свое личное попечение каждую семью в деревне и организовал постоянное изучение катехизиса для детей. Очень важным оказался его личный пример чистоты и усердия в борьбе с распространенными грехами, процветавшими в этих местах. Он постоянно ощущал личную ответственность за души своих прихожан и видел, как постепенно происходит их обращение. В проповедях он высказывал резкие суждения, которые сочетались с необычайной проницательностью. Выходя из церкви, люди говорили, ни один проповедник никогда не говорил нам о Боге так, как наш. Жанна Марии селится в доме священника, обстановка которого была достаточно скромной. Первое решение, принятое пастырем, было избавиться от мебели, которую он посчитал чересчур роскошной для себя. Вианей хотел, чтобы люди, шедшие к нему, приходили в дом такого же бедняка, как они сами. В музее, который теперь находится в этом доме, можно увидеть предметы утвари, а также литургические облачения, принадлежавшие святому. На чердаке дома находится деревянная кровать, на которой Жанна Марии спал всего несколько часов в сутки прямо на лолых досках. Он делал все, чтобы придать богослужению сияющую красоту. Его бедное жилище контрастировало с блеском храма, о красоте которого он заботился. Церковь, которую Жанна Марии Вианей достраивал и украшал на протяжении всего своего служения, уже при его жизни стала местом паломничества. Главной заботой святого стала его деятельность как исповедника. Около 1827 года начинает распространяться слух о его святости. Поначалу к нему приходит около 20 паломников ежедневно, через 7 лет их уже 30 тысяч в год. В последние годы его жизни их будет около 100 тысяч. Так начинается ставший известный миссия арского пастыря, узника исповедальни. Последние 20 лет своей жизни он проводит в конфессионале в среднем 17 часов в день. Сегодня в одном из боковых пределов церкви находится санктуарий с нетленными мощами святого. Здесь проводятся богослужения. Субтитры создавал DimaTorzok В этом же храме находится алтарь, за которым служил сам святой Жан-Мари Вианны. Одним из пунктов паломнического маршрута становится посещение дома, в котором родился будущий святой. Фасад. Это была низкая одноэтажная ферма, приобретенная семьей Вианны в 1617 году. Особый интерес представляют часы, перед которыми однажды тайно исповедовался Жан-Мари, будучи ребенком. Здесь участники паломничества молятся вокруг большого стола, за которым когда-то собиралась вся многочисленная семья Вианны, а также бедные и странники, которые часто находили приют в этом доме. Неся служение в Варсе, Жан-Мари Вианны решил подготовить несколько крестьянок для того, чтобы они занимались воспитанием бедных детей. В 1824 году в Варсе открывается бесплатная школа для девочек, которая через три года стала приютом для сирот и брошенных детей. Ему было 73 года. Он стал старцем с длинными седыми волосами, тело его иссохло от изнурительных постов, но его глаза по-прежнему излучали свет. Он умер 4 августа 1859 года. Он потух, как лампада, в которой больше нет масла. По свидетельству очевидца, в его глазах было необыкновенное выражение веры и счастья. После его смерти, 10 дней и ночей, к телу священника, находящемуся в капелле, где он исповедовал, был открыт доступ к паломникам. И тысячи паломников проходили перед его гробом непрерывным потоком. Добрый пастырь, пастырь, который по сердцу Богу, это величайшее сокровище, которое Бог может даровать приходу. Это один из драгоценнейших даров божественного милосердия. Так говорил арский пастырь, считая себя самым недостойным и ставший одним из величайших святых.